Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители! Сегодня 30 июля. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Для вас проведем ее мы. Я, Евгений Воскресенский. И я, Светлана Рудская. 30 июля 1756 года родился сенатор, стихотворец, член беседы любителей русского слова, граф Дмитрий Иванович Хвостов. Это был плодовитый автор, откликавшийся своими виршами на все события. Случалось, что собратья Паперу относились к его творчеству иронически. Хвостов не раз становился предметом пародии, эпиграм более талантливых поэтов. В то же время благодарные адресаты его «от» были менее требовательны. Так, между прочим, генерал-губернатор Петербурга Милорадович даже приказал повесить на вечные времена портрет поэта в зале вокзала. Произошло это после того, как граф Хвостов воспел, строившийся под руководством генерала Екатеринговский парк. Хвостов учился в Московском университете, потом служил в Гвардейском преображенском полку, после перешел на гражданскую службу. Женатый на племяннице Суворова, Хвостов был произведен в подполковнике и назначен служить при знаменитом полководце. А Пало Суворова при Павле I несколько отразилось и на Хвостову. Но он возвратил себе монаршую милость одой на принятие императором звания великого магистра Мальтийского ордена. В 1802 году Хвостову было разрешено принять графский титул, пожалованный ему тремя годами ранее королем Сардинии. А литературная, так сказать, судьба Хвостова нельзя сказать, чтобы сложилось удачно. Он любил называть себя певцом Кубры по имени той реки, на которой находилось его имение. Сочинения его составили семь томов и выдержали три издания, но в продаже почти не расходились. Автор обыкновенно сам скупал их и рассылал всем, кому мог. Свои сочинения он предпосыл не только литераторам, но также посылал в разные учреждения. Подносил митрополитам, архиереям, высшим чиновникам и даже королю прусскому, от которого получил награду. Иногда граф Хвостов посылал свои произведения в одно отдельное учреждение в огромном количестве экземпляров. Так, Академии наук он принес в дар 900 экземпляров своей трагедии Андромаха. Печатанием своих произведений он в значительной степени расстроил свое состояние, тем более, что много тратил на поддержание разных журналов, в которых надеялся помещать свои стихи. Однако не было недостатков и в хвалителях его таланта, преследовавших другую цель – таким образом приобрести протекцию в лице чиновного поэта. Похвалы этих листецов, переходившие всякие границы до известной степени, и объясняли ослепление Хвостова насчет своего таланта. Но, как личность, граф Хвостов оставил по себе самую лучшую память. Это был скромный, честный, отзывчивый человек. Его доброта доходила до забвения обид, нанесенных его огромному авторскому самолюбию. Всегдашней его чертой было уважение к науке. Как чиновник он отличался честностью, внимательным отношением к своим обязанностям и довольно широким горизонтом. 30 июля 1829 года в Москве за Тверской заставой были заложены триумфальные ворота в честь победы российского воинства в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1813-1814 годов. У этого монумента уникального произведения русской архитектуры и скульптуры большая и интересная история. После победоносного окончания заграничных походов для торжественной встречи русских воинов, возвращавшихся из Парижа в Москву, в середине 1814 года была сооружена временная деревянная триумфальная арка. Первоначально она находилась на Тверской заставе, на месте нынешней площади Белорусского вокзала. Она простояла до 1826 года, когда ее обветшавшую от времени решили заменить на каменную. Составить проект новой арки поручили известному московскому архитектору Бове, бывшему ополченцу Отечественной войны, корнету Иркутского гусарского полка. Тема патриотизма, прославления Родины красной нитью проходит через все работы и творчество Иосифа Бове. Наиболее ярко это выражено в триумфальных воротах у Тверской заставы, построенных Бове в честь победы над Наполеоном. Над проектом ворот архитектор работал в 1826-1828 годах. Бове создал яркий выразительный образ, олицетворяющий военную мощь, славу и величие России и воспевающий героизм ее воинов, победителей Наполеона. Арка была сложена из кирпича и облицована белым камнем, так называемым татаровским, по имени подмосковного села Татарова, где и в то время добывался белоснежный камень. После открытия триумфальные ворота стали одной из достопримечательностей Москвы. Они стояли у Тверской заставы, оформляя въезд в город со стороны Петербурга и давая начало парадной магистрали Москвы, Тверской улице. Триумфальные ворота в Москве стали единственным памятником подобного типа. По проекту Бове они представляют собой 28-метровую белокаменную арку с гранитным цоколем. Паралет арки украшен трубящими фанфарой, летящими славами. Между каждой парой колонн стоят на каменных постаментах чугунные фигуры древнерусских воинов, в островерхих шлемах и легких доспехах, с наброшенными на плечи плащами в виде римских мантий. Одной рукой они опираются на овальные щиты, в другой держат длинные копья. Над ними в нишах скульптурные рельефы, повествующие в аллегорических мотивах о событиях Отечественной войны 1812 года. Эти рельефы созданы по рисункам Бове талантливыми русскими скульпторами – Иваном Тимофеевичем Тимофеевым и Иваном Петровичем Витали. Венчает арку шестерка грациозных коней, запряженных в колесницу славы. Крылатая богиня победы с лавровым венком в правой руке, словно приветствующих русских воинов, разгромивших полчища Наполеона. Под колесницей славы расположена бронзовая памятная доска. На ней читаем мы четкие слова из Кудузовского приказа, обращенного к русским воинам. Славный год сей минул, но не пройдут и не умолкнут содеянные в нем громкие дела и подвиги ваши. Потомство сохранит их в памяти своей. Вы кровью своею спасли Отечество, храбрые и победоносные войска. Каждый из вас есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас с именем – фельдмаршал Кутузов. Более ста лет стояли триумфальные ворота на площади Тверской заставы. Шли годы, Москва разрасталась. Число ее жителей с каждым годом заметно возрастало. Нагрузка на пассажирский транспорт все увеличилась. По генеральному плану развития Москвы 1935 года, триумфальные ворота было решено снести. Однако было приказано не ломать триумфальную арку, как это обычно делалось тогда, а аккуратно разобрать на отдельные части, с тем, чтобы можно было позднее снова собрать. В 1962 году в связи с празднованием 150-летия Бородинского сражения было решено восстановить триумфальные ворота и воздвигнуть их на широком Кутузовском проспекте. Это место было выбрано не случайно. Именно здесь, осенью 1812 года, французский император с нетерпением ожидал посланцев Москвы с ключами от города. Однако, как известно, в тот день он так и не дождался ключей от непокоренных москвичей. Ответа от русского императора нет. И, по-видимому, не будет, ваше вещество. 30 июля 1666 года в Москву пришли ранние заморозки. Ночью температура воздуха приблизилась к нулю, а местами отмечались слабые морозы. 30 июля 1830 года сильный град прошел в Московской, Саратовской и Псковской губерниях. Было уничтожено несколько тысяч десятин посевов и травы, вырвано с корня множество деревьев, снесены крыши с домов. 30 июля 1831 года опять же городобитием были уничтожены огромные площади посевов в России. Очень холодная погода была в Одессе. В дневные часы столбики термометров едва достигали до плюс 15 градусов. 30 июля 1843 года был роковой день. Град отмечался от Балтики до Черного моря, от Немана до Волги. Размер градин достигал размера куриного яйца. Градом были опустошены поля и сады, даже имелись человеческие жертвы. В это же время случились сильные наводнения в Калужской губернии и Новороссийском крае. Православная церковь в этот день почитает великомученицу Марину. Святая родилась в Малой Азии, в городе Антиохия, в семье языческого жреца. В младенчестве она лишилась матери, и отец отдал ее на попечение кормилицы, которая воспитала Марину в православной христианской вере. Когда Марине исполнилось 12 лет, она приняла крещение. Узнав о том, что дочь его стала христианка, отец в негодовании отказался от нее. Во время гонения на христиан императора Диоклетиана Марина была схвачена и заключена в темницу. А произошло это так. Как-то в возрасте 15 лет Марина пасла овец. Правитель той области проезжал мимо, очаровался ее красотой и сделал ей предложение. Но Марина не стала скрывать, что она христианка. Тогда правитель пытался уговорить ее отречься от христианской веры. Но Марина отвергла это и отказалась принести жертву идолам. Тогда разгневанный правитель предал святую мученицу истязанием. При виде страданий девушки народ плакал от жалости. Это привело в ярость правителя, и он приказал уничтожать всех, кто исповедует имя Христа. Тогда погибло 15 тысяч христиан, а святая мученица Марина была обезглавлена. Западная церковь чтит Марину, называя ее Маргаритой Антиохийской. Многие храмы посвящены ее имени. А в народе говорят, что на Маринин день лето перешагивает знойный возраст, и птицы перестают петь, задумываются. Родившимся в этот день следует носить камень яшу. Напоминаем, что вы смотрели программу «День веков хронограф». С вами были ее ведущие, я, Евгений Воскресенский. И я, Светлана Рудская. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова